Как вы расцениваете первоосновы диковинной, да и доковидной популярности «Не выходи из комнаты» Бродского? Да что там, собственно, расценивать? Хорошее, эффектное, как всегда, у Бродского стихотворение, которое нравится социальным аутистам, особенно нравится людям, которые действительно не любят выходить из комнаты. И, понимаете, в своё время замечательно сказал Петя Гудков, друг мой, что некоторые люди с такой энергией артикулируют свою депрессию и слабость, и с таким общественным темпераментом артикулируют своё одиночество, что как-то перестаёшь в это верить. Бродский действительно поэт яркого общественного темперамента, поэтому «Не выходи из комнаты» ещё и потому производит такое яркое впечатление, что, понимаешь, её автор из комнаты выходит регулярно, и не только за сигаретами. А заточи его кто-нибудь в эти полторы комнаты рядом с родителями, он бы с ума сошёл. Его стихи тоже, в сущности, выход из комнаты. И стихи его очень диалогично, очень рассчитаны на чтение вслух, на контакт, на самоутверждение. То есть Бродский никак не был социальным аутистом. Наоборот, он при всём бессеребряничестве замечательный кузнец своей судьбы, замечательный строитель своей карьеры, разрушитель чужих. Так что он как-то замечательно сочетал имидж поэта-небожителя и очень земной, вполне такой привлекательный темперамент. Очень мне нравится вот это воспоминание чьё-то о нём, когда он откликался, как правило, на приглашение общественных организаций, на предложение выступлений, и так строгательный, такой несколько еврейский, с нестрогательным акцентом добавлял. В другой раз не позовут. Это очень трогательно. Спасибо. Спасибо.